Кирпич Кирпич Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Вот бы много положить, чтоб примерно пять. Вот бы вышел славный дом, только где их взять? А нам свет не дадут на нас. А теперь тяжесть. Спасибо. После слов Тани. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот, наконец-то! Теперь и у меня есть свой дом! Спасибо, друзья! Без вас бы я не справилась! Я никогда не собрала бы столько кирпичей! СМЕХ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Воры! 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 Кто там? Воры! Иду, иду. Проходите, пожалуйста, осмотрите дом. Ну вот, сеньоры, вы убедились, тут ничего нет? Да, ничего нет. Но поверьте, мне очень неприятно отпускать вас с пустыми руками. Не могу ли я чем-нибудь услужить вам? Хотите побриться? У меня здесь есть бритва, правда, старенькая, наследство прадедушки. Но мне кажется, что она еще бреет. Спасибо, тетушка Черника. Я не думал, что это так приятно. Как дышит лицо? А вы не хотите ли причесаться? У меня есть гребешок моей бабушки. Спасибо, тетушка Черника. Я думал, что уже никогда не смогу продрать эти спутанные пряди. Войдите. Но, разумеется, поодиночке, чтобы домик не разрушился. Боже мой, у вас нет ни одной пуговицы на куртке. Позвольте, я вам подарю иголку и нитку. Мне они достались от любимой тетушки. И, пожалуйста, господа, внимательно смотрите под ноги. На дороге всегда валяется множество пуговиц. Ах, тетушка Черника, вы так добры к нам, бедным ворам. А вы, сеньор, примите в подарок вот эту щетку для обуви. Вам необходимо ею пользоваться. Ах, как приятно, когда о тебе так заботятся. До свидания, дорогая Черника. До свидания. Приходите еще. Я очень рада знакомству с вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok В районе замка орудует шайка разбойников. Похищено ценное имущество. Сударень, держите себя в руках. Я уже арестовал злостных бутылщиков, мастера виноград, профессора грушу, фасолинку и куму тыковку. Осталось арестовать самого главного бутылщика. Я здесь, ваше сиятельство. Немедленно заприте ворота. Мадам Петрушка! Мадам Петрушка! Слушаю вас, ваше сиятельство. Немедленно приведите графа Вишенку. Граф Вишенка! Граф Вишенка! Граф Вишенка, вам надо срочно идти к графиням Вишням. Ваши тетушки не в духе сегодня. Будут неприятности. Они отправили за вами вашу наставницу, мадам Петрушку. Чем это вы тут занимаетесь, граф Вишенка? Да ничем, мадам Петрушка. Я просто гулял. Надеюсь, вы не трогали цветы на клумбах. Тот, кто трогает и рвет цветы, будет оставлен без сладкого. Я не трогал цветы. И вы, разумеется, не мяли траву на лужайке. Тот, кто помнет траву, должен будет написать две тысячи раз. Я неблаговоспитанный мальчик. Он не делал ничего плохого, мадам Петрушка. Я же садовник. Я бы сразу сделал ему замечание. Не вмешивайся в воспитательный процесс, кактус. Это мой метод. Я человек простой, но мне кажется, есть и другие методы. Я не мял траву. Я смотрел на золотых рыбок в бассейне. Не сдобровать тем мальчикам, которые отрываются от своих занятий, чтобы глазеть на рыбок в бассейне. С этого начинаются все несчастья. За одной рыбкой, другая, за ней третья, четвертая, пятая. Потом эти мальчики глазеют на пауков, на кошек, на всех прочих животных. И, конечно, забывают делать уроки. Но ведь тот, кто не учит уроки, не может стать благовоспитанным мальчиком. Неблаговоспитанный мальчик не станет благонадежным человеком. А неблагонадежные люди рано или поздно попадают в тюрьму. Я больше не буду. Ну, где ты пропадаешь? Учи уроки. Я уже все выучу. Учи новые, читай. Положи книгу на место. Что за неспозданный мальчишка? Кратчайшее расстояние от одной точки до другой есть пример. Промерно. Ой, а мы вас знаем. Вы граф Вишенка? Да. А я не имею чести знать вас. Но знакомство с вами будет мне очень приятно. А почему вы не подойдете ближе? К сожалению, мне запрещено. Вдруг там окажутся дети из нашего городка. Так мы есть дети из городка. А вы с нами уже разговариваете? Тогда я с удовольствием подойду к вам. Это Ребисочка. А это Чиполина. Тогда я вас тоже знаю. Откуда же? От сеньора Помидора. Он вас так бронил, что я сразу понял, что вы очень хороший мальчик. Ну что я говорила? Граф Вишенка очень хороший мальчик. Вишенка, я знаю. Ты можешь нам помочь. Надо достать ключ от подвала. Там запят моё дети и мои друзья. Да, трудная задача. Ключ всегда носит с собой сеньор Помидор. Он даже ночью не расстается с ним. Но я попробую. Если сеньор Помидор арестовал этих людей, значит, это очень хорошие люди. А он таких терпеть не может. Он um. Корректор А. КОНЕЦ 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 КРОВЕЩЕНКО Граф Мишенков, что я пижу? Вы общаетесь с преступником и бундовщиком Друзья мои, бегите Мне этого ничего не сделают А вам не сдобровать Не злитесь, не злитесь, сеньор Помидор От взрослых Говорят, что витамины пропадают Чаполина, не трогайте Чаполина Где я, Тисочка? Позовите земляничку Кажется, у него жар Срочно позвать врача Ох, опять непредвиденные расходы Тебе грустно, малыш? У тебя нет друзей? С тобой никто не разговаривает по дужам? Ничего не болит у больного Путь в порядке и сердце здорово Не больна у него зелезенка Одиночество губит ребенка На что вы намекаете? Я не намекаю Я говорю правду Этот мальчик ничем не болен У него меланхолия Что это за болезнь? Это не болезнь, сеньора Это тоска и печаль Лучшее лекарство Перестать его убедить И разрешить ему играть И с другими людьми Стыдитесь А грустно употреблять Нашим вниманием и довеем Уходите вон! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 остальных преступников! Возьмите отряд наших лучших помидорчиков! Слушаюсь, ваше киснейшество! Помидорчики ко мне! О боже! Ваши помидорчики разорят весь наш парк! Как страшно жить! Мы немедленно уезжаем за границу! Где выиграет вишенка? Я нигде не могу его найти! Ах, это ужасно! Придется ехать без цифров! Земляничка, скорее, весы собирай! Ну что, нашли кого-нибудь? Нет, ваше киснейшество! Игра вишенка куда-то пропала! Ах так! Сейчас же собрать всех жителей на площади! Я сделаю заявление! За последнее время доходы нашего государства уменьшились! После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это воздухный налог! Смотреть! Кроме того, вводится новый налог на осадки! За обыкновенный дождь 100 лир! За проливной дождь 200 лир! С гробом омоле 300 лир! Дождь! Кроме того, за самоуправствую смуту, по избежанию дальнейших беспорядков, домик тыквы должен быть уничтожен! Эй, друзья! Эй, друзья! Я чиполин на утках, за все же я ино, но побольше пыльца глупала, по лицу и дружно, по вкусу и малинга, вся кислая, как мазала, во всему всех особенно, еще не в сердце, но эй, мы будем! Всех жить хочется, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я говорю, что никакой ты не главный И ты и помидор плохи, злые овощи Вы мучите всех жителей нашего города А поэтому мы вас выгоняем из нашего города Ничего у вас не получится У нас есть отряд лимончиков и помидорчиков А у нас есть знакомая многононожка Кто? А вот кто! И они очень любят помидоры и лимоны КОНЕЦ 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 Мы дом построим и будем жить с друзьями вместе Чего тужить? С веселой песней жить веселее И солнце ярче, и день теплее Мы в доме этом одна семья Друзья навеки, и ты, и я Решать проблемы нам легче вместе Всегда поможет от муж без песни За руки взялись, шире в круг В любой напасте поможет друг Пусть наша песня летит по свету И прозвучит, пусть на всю планету Мы дом построим и будем жить С друзьями вместе, чего тужить? С веселой песней жить веселее И солнце ярче, и день теплее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!